Ну что ж, дорогие друзья, возвращаемся к СНГ-минору Intel Extreme Masters Катовицы 19-го года мажора по дисциплине Counter-Strike Global Offensive. Со мной на связи по-прежнему Герман Громшки, Андрей Нишарот с вами на связи в том числе, студия RUHUB и матч Винро в группе А, Team Spirit и Саймон Гейминг. Герман, я надеюсь, ты здесь. Верхняя Т-шка готовится уже выходить на базу B, здесь Дима с окна дает информацию своей команде, что парни, бомба уже на B, всем нужно смещаться сюда, но Дима находит минус от Сэнджи, моментально размен перфект, еще один минус по давкосту, и это пока что 4 в 3. Преимущество одного игрока есть у Саймон Гейминг и нужно стараться его реализовывать. Ну что же, киты есть у Сотфика, сам Дайанг и Колди также первые арморы, ну и это выход втроем через верхнюю, ого. Тяжело будет однозначно, по позициям, конечно, Саймон Гейминг здесь обыгрывается у соперника, но смотри, что будет с разменом, ведь Сотфик забирает перфекта, и, соответственно, Санджи сейчас будет за Иксбокса ловить эту тэшку, а тиммейты постараются уже позади отыгрывать, и слушай, Колди забирает Санджи, минус от Торика. Два в два, время уходит, и минус от Колди по Нилну, Торик мансует, крутит, вертит, забирает своего оппонента, дефузить не успевает Колди. И вот он, первый раунд пистолетный за Саймон Гейминг, Торик молодец. Торик молодец, но вот буквально доли секунды не хватило, чтобы все-таки ему еще и выжать до взрыва бомба, но это не столь важно, все-таки первый раунд есть, установка бомбы была, все шикарно у команды Саймон, Торик три минуса, по одному сделали перфект и Санджи, все шикарно, все шикарно. Я думаю, во многом здесь именно, если говорить конкретно про команду Саймон Гейминг, взоры будут прикованы к ай-дисбалансу все-таки, да, вот недавний турнир Асус в Швеции, который проходил, да, вот как раз-таки собирался состав из России, там, Сеня, Импала, ай-дисбаланс, который тоже очень классно выступил. Возможно, ай-дисбаланс это действительно шикарнейшее открытие для многих топовых коллективов тир-1, я имею в виду, быть может, его как раз-таки кто-то и прикупит потом после минорчика-мажорчика, если вдруг команда Саймон выйдет. Вообще, если команда Саймон выйдет у мажора, то будет сумасшедшая сенсация, как по мне, поэтому желаем вам удачи. Да, здесь Ассон Фигасанда Янга есть минус Асьюспов, это 3 в 3. Как ты далеко-то зашел, выйдут на мажор, тут после СНГ-то квалификации, в смысле минора, придется еще и дальше пройти, и дальше, и дальше, и дальше, но в любом случае, да, минор пройдешь, и уже, как бы, можно сказать, ребята, я прошел игру в скобочках почти. Так вот, возвращаясь к этому девайсному раунду от команды Саймон Гейминг, мы с тобой видим, да, что с пистолетами пока спирит очень неплохо огрызается, но как только включается Торик, все дела сразу же сходят на нет, и Санджи выживает, еле-еле, но выживает. Что же, неплохо, первые 2 раунда провели Саймона, потеряли двух игроков, это не столь критично, неприятно, понятное дело, но так или иначе, Саймоны чувствуют себя пока более-менее комфортно. Ну что же, первооружейный, и опять же, 3 ауга в исполнении команды Тир Спирит, это мощно. Хорошая заготовочка, если еще и грамотно ей пользоваться, то вообще можно. И вуз не дует, на самом-то деле, вспоминая карту Демираж, очень жестко себя спириты показали за КТ-сторону, но карта здесь другая, и Мираж у нас будет следующий, но вот посмотрим, что произошло со спиритами за момент паузы. Ну, по идее, плохого ничего точно не должно было произойти, а положительные моменты. Мы сейчас с вами увидим, поражим на пальму от Саджи, из первой минус Сандоян погибает, погибает, также еще и дав кост, но вот они два. Первых минус инициатива, инициатива, прошу прощения, наказуема. В данном случае для команды Спирит, Колди, находит минус по Нилуну, неплохо. Ну, 4 в 3 играбельно, играбельно более чем. Вопрос в том, дальше закоторит ли выход через миддл или нет, но и здесь во многом все зависит от софика, есть минус по дисбалансу, это уже 3 в 3, ой-ой-ой, на пальму погибает еще и перфектно. Вот, два раза Миноторик и Санджи, один в один, Дима против Торика. Торик пока что не прощает никого, идет он без смерти, и сейчас, возможно, получит, получит первое поражение. Но, хорошая флэш, опять же-таки, пропик не очень хорошо заканчивается, но Дима проигрывает перестрелку 3-0, Саймон Гейминг усилиями Торика и Санджи пока что неплохо держатся на плаву, и вспоминается начало предыдущего матчапа, виндстрайк и рантайм, где виндстрайк также заполучили некоторое преимущество в самом начале. Ну что же, третий раунд позади. Саймоны пока что себя вообще комфортно чувствуют, ну а мы видим с вами 5-7, 2 по 250, чешка от Сотфика, но это, скорее всего, поджим на банку от команды Тим Спирит. Да, так и есть, массовый поджим на банку, но и здесь номер 7, это Торик под флэшку выпускает сам себя, ну и здесь уже команда Тим Спирит выходит в аркаду, Торик 3 минуса, отличный спрей, ну и один минус лишь от Сотфика, а вот уже и второй подлетел, а вот это неплохо. А можно и третий цепануть, но тут, да, действительно, три ствола в своем направлении, очень-очень неудобная такая вот ситуация. Но 4-0, очередная закупка. Если рантайм к этому раунду уже нашифровали два авика, то вот в КТ стороне Тим Спирит мы видим нечто похожее. Да, интересно. Слушай, Торик, это Тор, самое что ни на есть настоящее, пока действительно 10 к 1 статистика, 1 ассист, шикарное исполнение от этого парня по итогам четырех раундов. Ну вот теперь второй оружейный уже у нас на карте, второй АДАС, всем еще раз доброго времени суток, дорогие друзья, ну и вот уже Сотфик закидывает Молик в банку и под флешку будет дальше в смоки пушить. Видит Блайдова Перфекта, Перфекта погибает, и это перетяжка уже на базу Б от команды Саймон Гейминг. Ну да, тут уж как ни крути, надо будет немножечко пересмотреть свои планы на этот раунд, потому как остаются они в меньшинстве, и, соответственно, сейчас ротация подмиет, да, и под флешку уже зачекали они близь. Смокс Шарта прилетает от рук Сотфика, и перетяжка от Издевая на Аплент. Видимо, там решили подсадить его с Аугом. Могли, кстати, запалить, но вот сейчас точно должны знать о том, что, скорее всего, что-то в упоре да должно быть. Издевая потерял еще какой-то процент здоровья, но ничего критичного. И попытка репикать Шорт может закончиться весьма-весьма неудачно. Да, тем более, что АВП на Гусе, так что товарищ Давкост, я думаю, здесь прощать не будет в любом случае, поэтому без флешек пикать команде Саймон Гейминг ни в коем случае не стоит. Ну что, остается две флешки. Три молика, один смок у команды Саймон Гейминг, и самое время смещаться на базу Б. Остается один люркер, и это как раз-таки Торик, который на индивидуальном мастерстве может попробовать, если что-то придумать, либо закрывать будет через мидл, но здесь Сандо Янг решил пропушить, и теперь прекрасно понимает Спирита, что это выход на базу Б, и здесь Колди хоронит Айди с баланса, минус Нилан, Санджи один в четыре, ну и похоже на первый раунд для Спирита. Вот такие дела. И Санджи нужно быть очень осторожным. Он понимает, что сейчас доставаться один в четыре, это очень и очень печально, Сотфик даже не сгорел в мулике, и, соответственно, урон по экономике не такой уж и сильный, как мог бы быть на самом деле. А вот в сторону Саймон Гейминг в случае проигрыша в этом байраунде они остаются ни с чем. Хотя то же самое касается и КТ стороны, но тут счет разве что. Несколько пока что в пользу сторону атаки. Ну поехали. Очередная заготовка. Будут ли Санджи по первому респауну выпускать через банку или же нет? Нет, все-таки Санджи не играет по респу, а вот как раз-таки товарищ Перфекта будет контролить поджим на эту самую банку. Два на длине. Это Дабкост и сам Дайянг. Остается опорником на базе А Сотфик. И два на Б. Это Дима и Колди. Ну, вот эта связка Дима и Колди на самом деле очень даже неплохо работает под базой Б. Именно они препятствовали выходу Саймона в предыдущем раунде на Б-плен. Так что эта связка пока что к себе вопросов, так скажем, не открывает. Ну что же, пять в пять. Слишком медленная игра от Саймон Гейминг, на мой взгляд. Они сейчас могут напороться именно на слоу-раунды, а они заставят их проигрывать раз за разом, если будут проигрываться перестрелки в том числе. Что, кстати, на Спиритов Дабкост в позиции. Надеюсь, что за свои излюблены. Иначе промахи будут не редкость. Но это нужно свозить на нет. К сожалению, для него ситуация может обернуться совсем неудачным образом, если промах, головам моментально должны выходить шарпоставить ему. Так, ну а сотфик у нас на КТ. Поэтому быстро помочь своей команде он не сможет. Максимум, что сможет откинуть пару флешек, как раз таки, которые имеются у этого парня. Ну и Саймон. Лоб в лоб? Очень, очень решительно. И тут в лоб, да, как раз таки. Это и хотел сказать. Но, но есть снайпер. Есть снайпер Дабкост, который может просто-напросто не выпустить своего оппонента. Но флешки, по идее, должны будут делать свою работу. Смог положен на Кэт Уэлк, и как раз таки готов уже Саймон выходить. 20-ая секунда, ребята. Поторопитесь. У нас котлетки. Да, на выходе оппонента. Сотфик забирает Ньюна Перфекта. Размена от дисбаланса. Дабкост все еще на подъеме. Жив-здоров. 10 секунд времени. Минус по Торику. Бомкерри вроде как поставить не успеет. Там Дабкост делает свою работу. И Дабкост, как я и говорил, решает вопросы. Вписался, так сказать, в свою команду. На оппоненте с АВП сделал уйму. Уйму работы. И вот тот самый момент, о котором ты говорил, что в случае поражения Саймонов экономика будет действительно удручающе. Это полный пистолетный. П-252 штуки, но и, соответственно, три голока. Возможно, какой-то быстрый выход через Т-шку верхнюю будет от команды Саймон Гейминг. Или же выход на А. Но два игрока отправляются на пальму. Возможно, будут заходить через Нижний, либо через Милл сплетоваться. Но и здесь уже три игрока находятся в верхней темке. Нет, это не быстрый выход на Б-плэнт. Это, опять же, размеренный, наверное, контроль меда, попытка размена через Милл. А вот уже и занимается Милл игроком Ниллоном. Ну что же, Сити выходит смок в аркаду. Неплохо, но Дима находит первый минус. И будет ли размен от Ниллона? Пока слишком легко. Все противоэк складывается для спиритов. Без особых потерь. Есть некоторые контакты. И, возможно, даже попытки сделать размен. Но, тем временем, жив. Жив. И пытается бороться до конца. Разве что не удается. Не удается сделать ни единого минуса. Борьба есть. Борьба есть. Это уже, как минимум, точно по зрелищу не будет, чем предыдущий матч. На данный момент времени не буду забегать далеко вперед. Но все-таки сейчас Тим Спирит со счета 4-1 дорабатывает для себя еще два раунда. 4-3. И вот этот раунд для Саймонов безумно важный. И причем, более того, что им нужно его выиграть, им нужно выиграть как раз-таки с наименьшей потерей девайса. Чтобы в следующем раунде можно было отыграть хороший бай. Потому что следующий бай у Тим Спирит будет. И будет авик. Возможно, даже не один. Твоя правда и минус от Колди. Тем временем с ВП Нилон падает на меду. И, соответственно, большинство для Спиритов. Очень похожая ситуация с картой до Мираж. Правда, тут был другой соперник, но Спириты продолжат радовать антрифрагами. И важно, важно понимать, что за КТ сторону. Мне кажется, они рассчитывают где-то на 6-7 раундов. А если возьмут больше, то это вообще будет жестко. И Т-сайт сегодня будет превалировать на 2-м. Но поживем, увидим. Самда Янг отходит чуть глубже под яму. Ну и очень широко на самом деле на карте играет команда Спирит. Ну а команда Саймон Геймс начинает раскидку и выход на длину. Ну что же, зачекают ли Самда Янга? Зачекали, но голову потерял перефект. Размена Торика есть 3 в 4. Ну и здесь Давко с Савиком на пленту может напросто просто не выпустить соперников через этот смог. Опасно, нужно стягиваться обратно. Уносит бомба слонга, команда Саймон. Ну что же, по второй попыткой и через шорт или уже на Б. На тот вопрос, скорее всего, от Торика зависит, да, сможет ли он сделать минус по сайду. Или же все-таки не удастся ему ничего здесь поделать против ВВП до полста. Есть попадание, но, к сожалению, не полная с новой. Торик не уходит. Салатфика за тачкой он неожидан. Да, шорта выходит Санжи. Есть первый минус по Диме. Ну и также по Гусе, по Гусю и по Тачке также была информация и там довольно легко Сотфик справляется со своим оппонентом. А дисбаланс последний, 12 секунд времени остается до конца этого раунда. Ну и понятное дело, что бомбу никак не дадут ему поставить. Нужно стараться засевить этот девайс. Ну а там уже со спины приходит Колди, ставит точку в этом раунде. Четыре, четыре, два девайса всего лишь потеряла команда Team Spirit. Пока сценарий слишком хорош для этих парней. Да, и видим мы, что с деньгами проблема у Саймон Гейминг сейчас уже начинает появляться. Сотфик, лидер по фрагам в своей команде у Спиритов само собой и Торик 11 на 5 в общем-то поддерживает он уровень игры, планочку, но все это дело нужно как-то, как-то ротировать, потому как четыре раунды атакуют хорошо, но нужно больше. Ну что же, выход на базу выход на базу и мы здесь пока что единственный опорник стягивает к ним у Холди есть места Дима размен моментально но не должен пикать сейчас команда Спирит забирает все-таки Холди в окне дисбаланс 3-4 бомбы поставить и будет уже неплохо 2-4 бочку не дадут поставить взорвут его конечно же здесь четко такая геометрия полета гранат и Торик это же Торик а вдруг сейчас может сейчас наказать видишь что два вышка как бы оба минус 50 всего лишь выход с окна на истрайк квадракила от колди тайм-аут пауза да это нужно делать через систему через escape помогите помогите ну и пауза приостановлен матчап ну что как думаешь чего не хватает саймоном потому что 4-1 мы с тобой видели счеты уже 5-4-4 к ряду забирают спирта где где вот нажать точнее дожать саймоном саймоном не хватает доставки до бомбсайда ведь наш официальный партнер делюри клаб дарит вам скидку 25 процентов по промокоду sysgo при оплате онлайн друзья так что так что дерзайте дерзайте и возможно вы поможете саймон гейминг доставиться все таки у нас матч еще очень много это было три потом еще два был один и еще одно был три потом то есть ребят до самого вечера поэтому самое время закупиться вкусностями пиццы и чем угодно кто что любит ну а в это время десятый раунд на карте дедас 2 между тим спирит и саймон гейминг поехали отправлять одного люркера под б это тори как раз таки ну и широко сплетанулись саймоны в этом раунде ну от минуса от минуса нужно постараться все таки найти хоть где-то брешь в обороне команды спирит и вот казалось бы да взрыв на миде банан взорвали это уже плохо неприятно но санджи попытается это дело как-то снова повернуть к себе передом но тут дима в упоре на меду перестреливает у река на мясном и соответственно уже опять в 3 и дальше как бы очень непросто будет двигаться ну и сотфик в шорте с аугом спрыгивает вниз понимает что на рожон тоже лезть-то особо не стоит и так большинство чего уж там от санджи есть минус по сотфику неплохое открытие база правда от сам до янга моментальное перекрытие длины и перфекта уже погибает но вот к сожалению перфекта не особо заметен так же как нилана дисбаланс вот вдвоем санджи и торик пытаются здесь 1197 соответственно не хватает огневой мощи команде саймон гейминг где-то наверное мандраж идет потому что да для многих наверное даже для всех это крупный первый крупный турнир дело не в том что это первый крупный турнир это квалификация квалификации на самый крупный турнир этого года ну это опять же все-таки турнир в первую очередь но турнир турнирами но как бы квалификация по расписанию ну как бы да об этом я и говорю что все-таки команде стикеры стикеры на следующем этапе стикеры все за стикеры это как один из таких прям супер жестких мотиваторов поэтому саймоны должны стараться забирать для себя хотя бы здесь ту же пятерку шестерку а на обороне уже как получится ладно врыв на шорт и на самом-то деле с пистолетами и арморами торик пропрыгивает первую волну на второй уже не проходит далее размен от сотфика по издеваю забирает перфектор давко забирает санджи дисбаланс делает размен по сотфику патроны имеют свойство заканчиваться все дзынь-дзынь патронов нет и что с этим делать не закрывает диму давко слов хитовый на самом деле забирает не луна и попытки прифайрить по дисбалансу нужно дожидаться тиммейта колди один на один против дисбаланса ой-ой-ой а дисбаланс то еще и авикс свои сигнатурные подбирает пока у него с авиком вообще не летит его просто-напросто игнорируют на всех позиций поэтому открыть точку дисбаланс не получится ну и что будет сейчас колди халдится колди понимаешь что бомба лежит никуда ему пикать не надо максимум что им нужно опасаться это выход либо стереи спална либо шарта опять же шарта уже как раз таки дисбалансы приходит и колди какой же тайминг какой же этот тайминг дисбаланс пау перезарядочка ну слушал он бомба успеет забрать или нет по-моему успевает но убежит ли это то же самое что было у урл дита с старик сам промах он может этот раунд выиграть смотри-ка может выиграть этот раунд дисбаланс вот эти 5 пистолетов 5 пистолетов через шорт один через длину вот что делает грязь это чешка причем колди сейчас так же немобилен как и дисбаланс но на минуточку именно колди нужно идти в руки к дисбалансу а не наоборот и дисбаланс пока что не понимает откуда придет его последний оппонент колди выходит да ладно дисбаланс тащит важнейший раунд для своей команды три минуса и это пятый для Саймона а вот теперь игра может пойти по абсолютно иному сценарию Саймоны по идее должны заряжаться вот этой энергетикой просто сумасшедшим образом сейчас все в их руках ну а Тим Спирит в свое время должны эту как-то вот энергию стараться потушить стараться приземлить команду Саймон Гейминг и стараться не допускать ошибок потому что против пяти пистолетов Тим Спирита должны были забирать могу тебе сказать так 6 раунд за катастроф на Тим Спирит это более чем достаточно они могут взять гораздо больше если сейчас выиграют этот бай раунд и заставят резервнуть экономику кое-кому но 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 Саймон Гейминг не должен терять надежды да действительно энергетика которая отдается за такие клатчи с такие индивидуальные решения того же самого дисбаланса дорогого стоит и ребята должны сейчас понять все можно повернуть опять же ты к себе передом и вот дисбаланс есть первый минус подавко ступатый топорник база и здесь уже глубоко кт играет сам Дай Янг слушай а плент отдает команда спирит идут поджим и сам Дай Янг находит минус по Нилону 4 в щит сожгли на работе Нилона проход через Алонг и два смока на кт тратит Саймон Гейминг попытка зайти в сайт настрел от сотфика спреем через смока теряют на кт издевая а колди забирает на просвете дисбаланс с ВПМ и соответственно все это время вот товарищ Торик на старт мида ой-ой-ой-ой не совладал со стрельбой и здесь уже 2-3 выходные ретек от команды спирит втроем шарта ну и готовы ли к этому игроки команды Саймон Гейминг перфекта вместе с Энджи есть минус по первому и перфекта остается один против Димы и колди перфекта играет в просвете да перфекта сейчас на просвет открывается забирая Диму один на один против колди колди ну колди погоди да и перфекта выигрывает этот клатч превосходная работа два раунда два игрока ай-дисбаланс перфекта которые шли с ужаснейшим отрицательным показателем в рамках статистики они берут два наиважнейших раунда для себя и для своей команды я наверное сейчас скажу которого они очевидную вещь очевидную вещь но киллы в этой игре вот именно конкретно в этой игре ничего не решают потому что клатч ситуации именно волевые раунды во многом строят именно атаку и если вы сможете найти подход переломить то одного того же самого торика и санджи может хватить для победы не всегда команда побеждает с плюсовым фракстатом бывает такое это все предельно понятно просто здесь в коупе что у игроков не шло-не шло я веду к тому к эпичности момента к сентиментальности что вот не шло-не шло и они вот как раз таки берут два ну пожалуй наиважнейших раунда на первой половине так точно которые в принципе немного игру так вернули это да переворот в игре сейчас можно набрать очень неприятный оборот но в любом случае 6 раунд для спиритов как я уже и говорил это уже за КТ сторону неплохой результат так мы смотрим выход на базу 5 на 5 будет ретейк отдают в принципе плент хотя нет здесь в упоре играет еще у нас и авик в исполнении давкост давкост нет давкост не дают здесь продохнуть у нас сам до янга и давкост есть по месту дисбаланс и нил он также по фрагу сотфик находит еще третий минус для своей команды это 2 в 3 и выходит как раз таки на базу а торик и ай дисбаланс АК 47 так сотфика есть информацию дисбаланс его закрывает неплохо 2 в 2 ну и будет ли установка без ноги остается торик и здесь уже минус от ай дисбаланс хорош ну и давкост тащи мужик тащи удача тебе здесь понадобится удача это еще не то слово у него нет диффузов девайс полуавтоматически лежит у него под рукой но выйти на того же самого дисбаланса опа здорово F30 и остается 1 на 1 но попытка ноузума а ты прикинь как было бы красиво если бы он попал этим ноузкопом наверное все бы слишком сильно а ты прикинь если бы колди или давкост все таки за ваншот или бы торика а вот это не ваншот то что залетело осталось у него 19 хп это и спасло раунд для команды саймон гейминг седьмой третий подряд для них и тим спириты уже в роли догоняющих попали или по ногам мне кажется там может даже просто ящик прокинули и все ну вполне вероятно мы просто обычно в таком моменте говорят что игрок без ноги ну либо не ваншот одно из то есть суть в том что игрок находится low хп да это да это точно и смотри сейчас спириты приняли решение укрепить алонг но здесь пока что ни слуха ни духу и что тогда делать дальше вы просто дайте базу балл правда об этом еще и саймон гейминг не в курсе и перфекта будет принимать алонг первой пяточку он уже запалил есть контакт а вот флешку очень не вовремя взял конечно так ну перфекта должен жить стараться есть один минус от сам до янга размен дисбаланс закрывает еще сам до янга ну и здесь уже пошел пошел разнос кабина от саймон гейминг и да это уже 4 в 1 сотых погибает это 8-6 и последний раунд первой половины от двух команд team spirit пора пора включаться ах пора ли пора ли 8 раундов у саймон гейминг и сейчас 3 ауга плюс авп отдав коста плюс кольт от димы полный пулгранат единственное что в атаке все аналогичным образом строится за исключением аугов и каков же будет раунд да мы с тобой все еще не видели того самого дефолтного сплит mid to b сплит to b может мы его с тобой и увидим но уже на второй половине а пока в это время у нас довольно смотри как широко по карте играют две команды здесь понятно spirit укрепляет а3 дефолт ну и двое опорников на базе b ну вот люркующим оставили нилана под нижней верхней тэшкой 3 игрока 4 даже уже про суть проходит на шорт численным преимуществом можно попытаться задавить но сотфик сотфик который играет сейчас на кт он действительно может этот раунд перевернуть один потому что мы уже видели подобный раунд от команды Simon Gaming когда по сотфику не было никакой информации потому что он играет внизу двух опорников даже если закрывали либо с разменом в плюс либо с разменом в минус сотфик выходил и двух-трех хоронил на этом пробеге через катвол так что сотфик здесь очень даже важная фигура для команды Team Spirit но Simon готовит сплит на базу B да этот врыв как раз таки мин 2 B о котором я и мечтал и дисбаланс сразу собирается вот века правда Дима там зайчика делает два минуса приемка от Колди также по дисбалансу выход на B был законтролен и Колди делает даблкил и триплкил под занавес этого раунда 8-7 8 раундов именно у команды Simon после первой половины честно сказать я ожидал несколько иного расклада да что вот спириты после победы над Немигой пускай и спорные но должны показать хорошую какую-то сторону и поначалу так оно и было но вот в конце даже больше уверен причем хорошую потому что все-таки да вот именно опыт выступления на больших турнирах у спирита он действительно запредельный по сравнению с теми же Simon Gaming то есть вот этот опыт выступления на квалификациях на турнирах он должен был здесь играть какую-никакую роль да сейчас очень много молодых талантов тот же Торик тот же Айдис Баланс Нил, Перфект, Сенжи это все действительно очень крутые молодые ребята но здесь все-таки майнсет во-первых должен быть шикарно настроен а молодые игроки очень подвержены тильту что кстати не было выявлено с Simon Gaming на протяжении первой половины иначе бы они не камбэкнули так еще и опыт поведения себя то есть да как ты должен отыгрывать насколько вот хладнокровен ты должен быть и вот сейчас вот спиритов не знаю почему этого не хватило хотя казалось мне казалось мне что после того как вот с 4-1 они начали камбэк когда Simon 4-1 вели все ну я думал спирита уже просто напросто не отпустят эта вот машина будет идти вплоть до конечной станции и там уже где-нибудь там 10-5 ну максимум Саймона я думал позволит себе но нет я знаю что нужно сделать для того чтобы спирити начали играть как и Simon Gaming нужно поднять щит за безлимит болеть за своим самым быстрым мобилем интернетом от мегафона вот так вот нормально нормально неплохо а ты хорош вкатил вкатил ну и в целом ты на самом-то деле говоришь очень правильные вещи да действительно Simon Gaming не впали в тиль во многом я как мы уже отмечали с тобой уверен что клатч решили клатч от дисбаланса клатч от перфекта но потом видишь ли сприт на Б он не получился лишь потому что Диме повезло во многом хороший спрей там в мид и возможно опять же таки не очень грамотный разбор позиций от Simon Gaming не удалось законтролить на зайчики товарища Дмитрия но 7-8 я уже говорил что спиритом семерки да даже шестерки более чем достаточно что же будут делать Simon Gaming за катестурум удивят ли они нас сегодня ну вот сейчас за этим мы с тобой наблюдать и будем нам у вас еще раз дорогие друзья горячо приветствуем всем хорошего настроения приятного вам просмотра сегодня очень много сочного контрстрайка также параллельно у нас на канале CSR Hub идет основная трансляция ребят со студии тоже тогда для вас работают и там шикарные матчи туда тоже заходите ну а мы с вами начинаем смотреть вторую половину в рамках карты это даст два между Simon Gaming и этим спирит good luck have fun начинаем это первая карта best в 3 серии дорогие друзья пик команды спирит сайт выбирали себе Саймона далее ждать будет Demirage уже пик от Саймона но само собой если потребуется Decider этого матча побудет Дынюк ох уж этот Дынюк на колде размен моментальный голова залетает пока минус давкос диму размен неплохой и колде как же храбушо работает с Димой в паре и это уже 3 в 2 Нилан и Санджи Санджи уже сверх не идет и может в спину выйти его здесь не ждут нет ждут ждут и получает по голове Санджи 2 а у него как раз какие-то если будут дроп а нет просто задавили выход на базу будет установлена бомба численным преимуществом и Санджи 2% здоровья попытка с Димой подпековца и вот он минус от Димы 8-8 пистолетка за спиритами преимущество в начале получено главное его не растерять и не растерять его на третьем раунде закрепить там 10-8 экономику хоть какую никакую и уже удовольствоваться хотя бы на какое-то время своим преимуществом ну что же сокращаю отставание в ноль команда димспирит после первого пистолетного раунда точнее после второго пистолетного раунда и теперь мы с вами видим маг 10-й скаут и 3 АК-47 ну и П-250 и Юспы от команды Саймон Гейминг ну здесь без проблем без проблем нужно справляться да Дима и Голди 2 минус 3 минус на троих делают но еще и перфектно пытаются поджимать но здесь ничего не выходит против АК-47 по треку себя необходимой информации ну вот бомбу желательно конечно поставить еще тимспирит помимо того чтобы просто победить в этом раунде было бы неплохо а можно было бы просто без потерь сыграть и тогда еще лучше бы стало дело но окей что ж открываю я табуляцию и вижу вижу вспоминается мне первая половина мои слова сотфиг 13 на 5 лидировал в своей команде но сейчас он всего лишь 15 на 11 он сделал 2 фрага с того момента Холди поднялся 23 на 9 и в остальном команда старается не отставать что касается команды Simon Gaming то там Торик лидирующая позиция дисбаланс тоже подкачался вместе с Санджи но Perfect и Neon все еще никак но надеюсь что скоро проснется ну что же от Холди есть первый минус по Perfect уже потеряя одного опорника и остается по сути один на middle и на B Торик и это как раз таки принято решение Team Spirit перед Яшкин на B ого Торик ну здесь просто проблем не разгрести Нилан команда Саймон Гейн номер 8 Нилан идет да да идет в спину и дает очень много информации катастрофически много кто-то правда его дождался и создает присутствие на шарте а Торик на B базе говорит друзья так у меня тут по-моему криминалом бабахивает флешка накидывается за верх выхода бэсайда издевая на хаешке откидывают ее в двери нашиву по-моему ящиков заканчиваются не очень успешно и все ритейка база B по всей видимости мы не увидим да это сейф девайсов от команды Саймон Гейминг и печально печально все для этих парней пока что складывается это третий раунд к ряду для команды Team Spirit денег ну немного будет у Саймон Гейминг возможно будут докупать себе просто фамасы с первым армором либо со вторым не столь важно киты киты одни киты но вот по раскидкам все будет очень печально безбаланс пошел на охоту да забирая Диму у меня прям дичайшая дежавю я уже где-то такое видел дисбаланса на этом фиатике но минус от издевая поторику издеваю нужно жить 10% здоровый как и у колди 8 еле еле выживаю темпу подбирая окей 10 8 как я и говорил первая закупка конечно не лучшим образом сложилось но Саймон Гейминг засунули два девайса быть может благодаря им исправиться кау для Санжи ну и что же 19-й раунд 11-й для спирит либо же все-таки 9-й для Саймон Гейминг с таким сетапом по оружию может брать да и более того нужно команде Саймон Гейминг отправляют номер 8 на машину 6-й опорник на базе А вдвоем принимает мидл на размер но посмотрим почему это приведет Торик на б-базе на платформе с деглом будет пытаться здесь отыграть пистолет без армора у него да и вообще в целом любой девайс кроме дисбаланса Нилана находится сейчас без скивлара есть попадание от Санжи по старту два попадания от Санжи вот это да скаут весьма опасно выглядит но Дима забирает дисбаланса и во многом это был основополагающим игроком и Санжи забирает дав Коста а вот она и выигрышная дуэль снайпера ну что же армора у Санжи нету поэтому нужно постараться играть более сайвови остается он один опорником на длине и здесь перфект с деглом попытается не выпустить Диму через мидл два битых игрока 38-42 хп у Димы и сотфика соответственно самдаян колди фуловые но вот именно они и должны сейчас стараться идти открывать базу пока на базе есть только лишь Торик но этого Торика может хватить если Торик пропрется то Торик выиграет Торик и будет все супер круто для команды Саймон Гейминг но правда без армора с деглом одним будет тяжеловато может в антаб не вон тэпс не вон тэпс по всей видимости его закидают гранатами в блайнде заберут на размене врывается перфект забирает сотфика но это 3 в 3 молик в окне не дает ему просто так вывалиться и через тэшку крадет оценил он с клашом и армором но опять же таки да бомба все еще не установлена будет так будет хотя сколько там у колди еще один молик вот второй моментально накидывается на окно чтобы через окно как раз таки не пропушили ой и дима слышу что кто-то в молике подгорает поэтому окно здесь контроль сотнил он со спины есть минус по колди вот то самое время ритейка от команды Саймон Гейминг закрывать еще два сада закрывать так же Саймон Гейминг есть девятые разные команды Саймон Гейминг это было очень неплохо девятка для них да вы верили тайминг не побоялись команды Team Spirit приводит такому очень я бы сказал плачевным результатом именно для драконов но в остальном Саймон Гейминг большущий молодцы я бы сказал что фиксируйте фиксируйте классику ритейка в бэссайда на поздних таймингах вот немножечко дали слабину у нас спириты будем смотреть да для каждой команды в случае поражения это огромный удар по экономике спириты и Саймона находятся сейчас по сути на грани на грани но Саймона опять же в роли догоняющих поэтому для Team Spirit поражение в этом раунде будет не столь болезненно как-то будет нет я говорю в сравнении потому что в один раунд впереди спириты поэтому но них денег не на следующий дороговато дороговато в любом случае издевая контроля тэшечку минус там на меду отдав кост по дисбалансу а вот это уже не очень приятно терять штатного снайпера саймоном не рекомендуется все трюки выполнены профессионалами не повторяйте это дома и не он возвращается на олунг назад понимаю что бокс за смоком его скорее всего ожидают ну что же тайминг минута до развязки дисбаланс минус два опорника на базе два опорника на б и здесь ну в большинстве в четвером должны плюс-минус размениваться для себя в пользу команды team spirit закидывают гусь моликом флешки на выход и здесь уже 0 это сэнджи и 8 нилан погибают это минус а шикарный исполнение того раунда команды team spirit и установлены бомбы и попытка засейвить два девайса вторик и перфект да совет два девайса экономика дает трещину сразу же здесь серия из нескольких раундов могла бы спасти положение но нет ее не присутствует соответственно spirit и по-прежнему сохраняют превосходство теряют перфект который был снайперской винтовкой мне кажется что из-за торика мы уже выехали но там 5 хп у димы 4 у софика и как бы вопрос а что если торик сейчас тихо перестреляет ну что же одиннадцатый для spirit да опять же как мы говорили что денег не будет и вот эти вот потери да вот от команды team spirit пусть и две потери всего лишь но они будут так или иначе болезненным придется раздроп хотя колди может себе позволить просто без какого-либо раскидывать но он все-таки покупает раскид возможно даже здесь получит себе дроп да кидает ему дроп дима колди будет играть так же сака сорок седьмым ну что это опять пистолеты мы уже видели магический пистолет от команды саймон гейминг помогут ли они им вновь должны помогать иначе не бывает если вы сможете салют с пистолетами то плюс мораль будет обеспечена единственное что сейчас расстановка такая что вот 2 плюс 3 причем двое на меду трое на а на б в очередной раз подзабивают и запустить если там какой-нибудь казачка спиритом то можно удачно обойти все подводные камни ну а нилон стреляется с тэшкой да вкос дима по минусу и снова там двукратное преимущество как минимум для спиритов уже обеспечено и без потерь остается лишь 2 игрока торик перфекта но здесь уже стоит готовиться на 12-9 12-9 соответственно 22 раунд мы сейчас будем с вами смотреть дорогие это будет оружейный для команды ой-ой-ой на нож нет-нет перфекта здесь так не работает пока так не работает ну и вот 22 раунд для команды саймон гейминг отправной точкой к камбэку ли этот раунд будет или же все-таки дальнейшим трамплином вверх для команды спирит как думаешь начну с того что бай у команды саймон гейминг да даже вп с армором но считается неполным нет дефузов у кого-то даже фармган гранат максимально мало для такого момента игры всего три смока две флешки один молек и в случае если сейчас стартовые гранаты саймон гейминг потратит то у них останется ничего ну что же по первому таймингу действительно очень много арткидов сделали команда саймон гейминг остается у них два смока один молек и флешка затянута если раунд команда спирит со всеми прокидами раскидами саймоном будет тяжело выстрелить придется с этого только лишь на свой личный скилл так как в тактическом плане гранат будет просто-напросто не хватает но и здесь в упоре торик будет принимать выход с верхней тэшки здесь пока что один игрок это сандоян если вы как раз таки подадите флешку торик то у торика могут быть проблем я думаю торик находится в очень хорошей позиции все-таки мы здесь флешки довольно легко удастся скрыться занимает шорт команда спириту здесь уже интересней дима дима с флешечкой закидывает он ее на шорт пока нет никакого контакта в упоре и соответственно перфект да с фармганом понимает что рисковать тоже не хочется иной раз но теряет нас на базе б торика соответственно меньшинство для к этой стороны и вот шаг за шагом спириты все ближе к тому чтобы забрать и тринадцатый в том числе ну что поехали выход на базу а готовится и здесь уже перетяжка пошла от команды саймон гейминг туда уходит опорник с базой б ну и посмотрим дима дропается под сити и минус 5 дисбаланс минус перфект ого но это разнос санджа остается здесь один и сандж погибает нилан один в три ретейк ему никто сделать не даст это тринадцать девять для team spirit денег денег вновь нету команда таймон гейминг ух тяжелый отрезок времени но это тактикал пауза это тактикал пауза друзья а в такой паузе наш партнер трансляция медиатека дарит всем зрителям 50% скидки на месяц по подписке по промокоду катавица 2019 но катавайз транслитом на латиницу таки лейца это наша латиница это да не наш не наш кайф ну ладно поехали 22 позади 23 грядет дорогие друзья всем еще раз доброго времени суток всем хорошего настроения приятного просмотра этого замечательного матча team spirit и саймон гейминг ну саймону плотненько плотненько все-таки дерутся понятное дело что 14 они скорее всего отдают команде спирит хотя после того пистолетного раунда 5 пистолетов команды саймон в атаке через зигу я бы здесь наверное все-таки был аккуратен со словами и будем уже на деле смотреть как будут обстоять дела в этом раунде 1 в коста прострел по голове торика есть пробитие второй нет да Дима заходит на лонг и снова таки теряет паритет по игрокам в раунде саймон гейминг но понятное дело что здесь пистолет и особый-то расчет ставится именно на выбивание девайсов но поживем увидим чем закончится подсадочка на кт санджи в принципе немножечко помаячит помаячит да скорее всего и уйдет в другом направлении и стяжка с асайда тоже дает о себе знать саймон гейминг запирается это печально но там сейчас опять же тот же смог носить и все это спокойно пробегают саймоны ой Team Spirit на базу поставят бомбу и ничего не сделают просто-напросто саймон гейминг где-то на отходе ловить наверное все-таки самый лучший вариант для саймонов в данном где-то на следующий раунд себе девайсов нафармить засейвить было бы неплохо ну смотри насколько же да продуктивно и конструктивно играет команда Spirit понимая что у соперника по баю все очень и очень скверно там молик на просвет ну ты посмотри насколько дисциплинированно отыгрывает Spirit из 40 секунда против пистолета это жестко флэш накидывается в итоге три на просвете один на шарте есть у нас попадание от него на посыл фигу колди Дима по размену и все убийства на этом пока что заканчивается но врыв смог будет далеко не лучшим решением попытка как-то под геппо сработать от перфект с тиммейтом но без денег ну что возможно финальная черта будет сейчас преодолена командой Spirit если заберут для себя 15 там опять же денег уже вообще не будет у Саймон Гейминг условный там фармганом максимум что себе смогут позволить эти парни ну а если берут десятый они по-прежнему в игре и тогда уже будет очень и очень интересно понаблюдать за вероятным камбэком от Саймон Гейминг удачи парням удачи команде Spirit ну и смотрим уже за 25 раунд в очередной раз решающим на самом деле можно его назвать потому что да действительно байя в следующем будет не сильно ты много хотя вроде как 5 ряду проигрывать будут все дела да 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 но в нулях у них экономика сейчас на данный момент лишь только по 100 долларов у Торика Даниона опять же пытаются найти для себя entry-frag команда Team Spirit давкост пытается кого-то на миду пикнуть никто пока что не подставляется 9 номер это перфект прекрасно понимаешь что здесь сэмкой против авика пикс вообще не стоит ну и возможно как раз таки Team Spirit и попробует занять выход мидл и будет сплит на базу б бомбы дропать пока что в нижней тэшке ну и Саймона саммит никуда не подставляет а им и не нужно ни в коем случае ни в коем случае нельзя за КТ пуши сейчас тем более что они понимают 5 раундов за преимуществом Team Spirit и 2 раунда их победы тут любой раунд стоит как не знаю как вся победа в этом матчапе приятно было бы начать с победы на фиг соперника но врыв под мидл под флэш и перфекта не справляется с давкостом но Диму забрал и сделал 4 в 4 да для атаки это плюс но там в спине уже Санжи забирает Колди можно забрать до хоста но здесь снова позиция решает все во многом сейчас будет зависеть от Торика как он проявит себя на своей позиции базы Б откидывает смок ну и уже понимаешь что тайминговый выход готовится а Team Spirit есть первый минус по Санда Янгу это уже 2 в 3 2 в 2 сотник на какой-то перетяжке Нилу очень много времени не выйдут не Торик такое не должен отпускать ни в коем случае 9 секунд он просто будет играть на максимум времени и забирает двоих в довес к этому раунду 14-10 снова попытка удержаться на плаву от команды Simon Gaming но на минуточку в случае проигрыша этого раунда они остаются снова без экономики и это будет давить до них до самого конца но у Spirit все хорошо по экономике там байс вверх да проигрывает это у них тоже будет да конечно конечно поэтому парням переживать не стоит им наоборот нужно сейчас как можно больше сконцентрироваться на своей игре более детально анализировать и конкретно играть под какой-либо точкой ну и здесь уже занимаются Short с Амда Янгом и Димой быстрый врыв от базы а возможно такого просто-напросто не ждут но здесь дисбаланс на машине кладется смок на Кэт Волк и дисбаланс получает Молик а здесь сотфик погибает на длине вот так начало от Нилуны есть первый минус 3-а-плэн в исполнении Саймонов сейчас может сработать главное довести дело до победного конца но Дима ставит хэдшот по Сандже Колди на ланге все еще нашивает яму падает на тачке дисбаланс и Хьюстон у нас проблемы потеряно управление на сайде полный провал с приемкой и как бы хорошо не начинался с Аланга этот раунд Торик и Перфекто вдвоем против четверка киты есть у Перфекто так что можно стараться идти на ритейк ну вот хотя бы вот один минус знаете было бы уже куда проще для команды Саймон Гейминг но полиция вообще никак не имеет права Торик до того как смог разревелиться продлевать себе еще не смог но он это прекрасно понимает кладется Молик под него ой-ой-ой-ой но здесь сам Дайан делает то что должен был ну и Перфекто просто будет попытка Сайва Девайса но до вкос на широком строке его закрывает это 25 позади 15 10 тим спирит и 6 5 4 3 2 1 отвратная точка пошла и целых 5 мап поинтов у драконов а как ты выкрутился возьму заметку типа что я хотел сказать 6 мап да 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 пошел обратно отсчет я такой думаю ты неплох а ты хорош я хотел это да вот так вот шух-шух-шух околенными путями чтобы зритель не заметил отвезлил и спалил да нет ну это ж прикольно обратный отсчет до победы да круто один раунд до победы команда Тим Спирит Дима уже начинает с опена по Санджи в принципе тогда видишь и 5 в 4 Саймон Гейминг могут сейчас действительно отдать пик соперника почему бы и нет перфекта в миду ну с деглом тут маячит лево-право-право-лево ничего страшного молик на упор сразу же тушится тиммейтем все хорошо подсадочка Т2 окей спириты будут действовать через лонг по всей видимости да смотри-ка ну здесь 2D у нас на миду это давно уже ну здесь да выход уже на базу а готовить им спирита прекрасно понимает от команды Саймон Гейминг 58 секунд вот это моликому хорош по голове попался своему тиммейту это было действительно неплохо чтобы Дима просто вперед паровозом да куда вперед батьки говорит колди ну и смотри сам Дай Янг как же он здесь контролит спину сам тиммейтем только два выхода нужно смотреть шорты кт 4 ну прекрасно понимаю что это как так или иначе серьезный бай относительно денег уже стресс команды Саймон Гейминг поэтому он серьезно не он под флешечку но создаешь к 12 патронов и попытка забрать хоть кого-то заканчивая минусом от перфекта вот это интересно перфекта хорош но 4 в 4 2 если должны решать вопросы и посмотри какой какой развал с пистолетами и арморами вау издевая последний слушай а вдруг это опять допы welcome как говорится welcome welcome то за допы поэтому слушай молодцы Саймоны не убьет последнего никак волевой волевой раунд для них есть торик торик тоже погибает армор не удалось засевить ну да ладно ну хотя вот армор сейчас был бы очень даже кстати можно было бы себе позволить эмочку но это пауза от админ консоль админ х спал без матч почему что за прикол смотри-ка просто поставлена пауза и типа через этот голосование через болт интересно двойная пауза террористы берут террористы берут эту паузу team spirit пора бы уже да действительно счет 15-11 4 map point надо бы как-то это активизироваться чуть-чуть взять инициативу а короткая техническая пауза ну вот я и говорю об этом дополнительная рекламная пауза ну дастов сегодня будет много потому что ребят мы с вами смотрим за снг минором интел экстремастерской тавицы 19-го года мажора по дисциплине кунтерстаг логал офенсив ну вот феврале я правильно говорю январь сейчас закончится у нас с вами параллельно сейчас с снг минором будет идти европейский у обсервера пока потом азиатский североамериканский и так далее и так далее поэтому у нас пауза потому что обсервера пока цветочек сдох так ну и просит также за unmuted teamspeak чтобы можно было пообщаться с своим тренером маловероятно что такое разрешат ааа вау ладно все молчу молчу че но вы дорогие друзья как дела у вас как у вас дела как праздники справились все ли у вас хорошо у кого-то может быть уже учеба началась у кого-то работа я просто одним глазком так подглядел чат там парнишка написал вот у нас в грузии продлили каникулу то ли до 21 января либо что-то еще поэтому у кого еще каникулы кто-то уже учится у кого-то сейчас сессия кстати кто сдает сессии всем вам удачи ни пуха ни пера как говорится сдавайте и дальше отдыхать до там десятых чисел февраля помнишь до 7 до 10 сдавайте сдавайте ребята не тяните хвосты я просто помню свою учебу я настолько много тянул с хвостами что там было знаешь там летом уже все отдыхают а я там такой да сдаешь хвосты где-то пытаешься выцепить руководителя где-то его такой так тамарман можно там конфетами откупиться либо чем-то еще ну да откупишься конечно поэтому ребят не затягивайте вот у кого-то началась учеба а у меня в паблике розыгрыш начался так что друзья ссылочка в чате как бы найдете участвуйте новогодние новогодние призы да 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 там еще и капчик восемнадцатого года вот жалко жалко что мы с тобой громушки раньше не работали но в девятнадцатом году обязательно будет и с тобой рекапчик отлично отлично вот на паузу по-прежнему висит очень у нас обсервера ну вот могу сказать что у нас обсервер вот честно обсервью я буду говорить откровенно не знаю почему но пытался я прикрутить обсервер который должен быть на гол твшке но видимо что-то нет возможно я с биндами снова что-то напортачивал но вроде как на первых картах норм было а сейчас что-то прям совсем у кого-то сессия да кстати у кого сессия эф пацаны завтра экзамен по базе данных у меня тупо экзамен через два дня и потом месяц чилим вообще шикарно в реанимизации все нормально все плохо сессия экзо все нормально плохо все ништяк что тут просто знаешь какая-то биполярка в чате такая смотришь у кого-то все хорошо у кого-то супер плохо лагерь разделился на два парня давайте мы все в один лагерь чтобы было все у вас прекрасно чтобы все было хорошо шикарно кто-то закрыл а кто-то только начал экзамен я уже все уже все отстрелялся ты быстро однако да такие вопросы решаю на раз ступо мы быть отличником не ошибка да да это не про себя имея в смысле вообще ну вообще 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 да-да-да-да неплохо неплохо я бы притянул комментатора криминальной ответственности за взятку учителя ну такое да ладно все так делают все так делают я бы делаю техническая да техническая на стороне организации турнира нет игроков сессия сдал автомат а я в армии мне просто плохо становится от количества в чате друзья ну ладно держитесь сегодня сдал математическое моделирование красавчик град из четырех экзаменов три автомата слушай у нас здесь прям сплошное light future сидит все успешные ребята все все сдают автомат все успешные киберспорт россия матушка в щедрых руках в щедрых все надежно что-то просмотрят прощедрые да скажешь что же не ну мы тоже работаем ничего все кто работает сейчас плюс в чат ставим как бы мы тоже для вас работаем сидим и день будет очень долгим особенно взгляд таким паузом вот по факту у нас уже сыграно было два бестов один это бестов три потом два бестов один европейского минора и также матч бестов три европейского минора то бишь мы с вами сегодня до самого позднего вечера там уже и спрашивают готовы ли команды что-то фанан пауза грошки да удачи командам но команде саймон гейминг она здесь нужна немного более чем команде тим спит что подевайся что подевайся мы две формилки и три фамаса все довольно скверника есть одни киты на команду ну выкручиваются как могут саймоны хотя бы так хотя бы так ну и медленный раунд в исполнении команды тим спирит занимает нижнюю темку контроль лед мидл поджим на пальму потому что уже так делала команда саймон гейминг и тим спириты тоже так делали в заоборону поэтому здесь команды в принципе я думаю парковались и скремовались друг с другом уже не один раз так что примерно понимают стиль игры да и уже успели попривыкнуть за 26 раунд друг друг даст два такое что на самом деле действительно кто допустит ошибку кто-то играет раунд ребята плюс-минус притерлись как ты уже и сказал и очень важно банально не допускать ошибок в стрельбе в то же самое да здесь дисбаланс вместе с товарищем санджи на шарте в упоре могут получить помасление и потом остаться далеко не в дамках и вот об этом и речь то и шла дисбаланс падает меньшинство для саймон гейминг и под спиритом почему-то не пришло в голову сейчас запушить шорт хотя после опена это было бы весьма логично ну опять же понимаю что риск слишком велик поэтому играет более конструктивно ну и быть может на позднем тайминге они и выйдут через этот шорт ну а здесь уже вынужден нилан искать этот самый минус и вот кладется смок моментально на просвет ну и здесь опять же готовится выход и это выход на базу через мидл ой-ой-ой-ой ну что же перфекто да слушай тут вообще по-моему полный провал с расстановкой в защите немножечко неожидан был мув от Дима со спрыгом с шорта да остается лишь один торик он забирает двух заберет или третьего вопроса вот с четвертым справиться будет весьма неудобно и непросто 16-11 и команда спирит забирает свой пик в рамках этого бестов три противостояния сетки винеров группы а дорогие друзья это интелл экстрим мастерс готовится 19-го года мажора собственно СНГ минор да и по идее мы с Германом Громшки Андреем Шародом отправляемся на паузу почему